Всем Рому, товарищ Тропиканц! Меня зовут Фёдор, я президент канала Федисплей, это игра Тропикан номер 6, и мы продолжаем прохождение кампании, это пятая миссия, вторая её часть. В прошлой миссии мы успели, господи, не успел начать, как мне уже тут же в дверь просто ломятся, говорят, примените, пожалуйста, аудиенция у нас. Ну ладно, готова у нас рыба, готов рыбацкий причал, я не буду сейчас пока революционеров никаких принимать, у меня людей так столько, что хоть жуй одним местом, поэтому я возьму, надо взять либо деньги, либо бесплатно случайный чертёж. Я возьму чертёж, потому что, хотя фиг знает, мне так-то деньги бы не... ладно, возьмём чертёж, получен поместье. В общем, хотела тут небольшой обзор сделать. В общем, в начале первой части развернулось здесь вот строительство вот такого вот островка Свободы, островка Надежды, здесь мы добываем золото, две шахты. Ну и здесь вся инфраструктура у нас сейчас начинает потихонечку делаться, тут, кстати, надо поднять вот так вот и поставить сначала помощь, чтобы медицинскую помощь оказывали в часовне, потому что я пока не могу докторов нанимать по-человечески. Опять же, здесь таверна, сразу развлекуху построили, потом всё остальное. Так, ну, здесь у нас как было, так и остаётся, а мы потихонечку продолжаем. Сейчас задача будет сводиться к тому, чтобы развернуть четыре пиратские бухты. Четыре пиратские бухты, поэтому... Так, давайте-ка... Пиратская пещера, четыре тысячи она строит, стоит. Точнее, три. Четыре суммы должно быть. Три, это мне надо, двенадцать тысяч, у меня всего десять. Да, нужно деньги где-то выхватывать. Не понял. Ты играть серьёзно? То есть из-за того, что дорога впритык идёт, я не могу построить её? Окей. Так, сносить, по-моему, на бэкспейс было. Блин, или на делит. Чё-то я... Ладно, хрен с ним, давай так, по старинке. Хорошо, тогда переделаем. Всё круто, но переделываю. И сюда это добралось. Так, делаем пиратскую пещеру. Да, вот так строится. Блин, игра, остановись, почему-то такая. Сюда. Следующая, значит, пойдёт у нас... Блин, почему здесь не ставится? Хорошо, давайте ещё попробуем... ...вот это вот убрать. Мне просто надо определиться, где вообще я могу поставить эту пиратскую пещеру. Да, сюда ставится. А вот сюда совершенно не хочет. Понятно, здесь я всего две смогу поставить, иначе они просто сюда не влезут. И ещё одну придётся где-то, может быть... Да, вот это я в пух по пещерам. Сюда тоже что-то не ставится, нифига. Можно попробовать порт перенести вот в это место. Давайте-ка проверим. Так, рыбацкий причал. Да, порт сюда можно поставить, но... ...не факт, что у меня сюда... ...дорога... ...дорогу можно будет протянуть. Потому что шахта, скорее всего, будет мешать. Если порт сюда воткнуть, смогу ли я здесь дорогу накинуть? А я здесь дорогу поставить не могу. Блин, придётся тогда сюда ставить... ...эту пиратскую бухту. А сюда она влезет вообще. Игра, ты чём-то мной издеваешься? Хорошо. Тогда сделаем следующий. Всё круто, но переделывай. Сносим. И смотрим ещё раз. Блин, почему оно так-то? Хорошо, здесь будет тогда... ...пиратская бухта как-то так. И дорогу придётся тогда вот здесь ставить. Вот таким образом. А тут... Блин, надо было изначально дорогу, наверное, вот так вот делать. Просто не заморачиваться. Так, а... Почему-то... Не, когда-нибудь эти дороги нормальные станут. Конечно. Когда-нибудь вообще. Но пока что это... ...это какой-то ад вообще. Дорожный. Всё сносим. Так. Давайте тебя сюда. Вот, пускай оно как-то так будет. А здесь... ...здесь постепенно разберёмся. Потому что вот это место... ...иначе сюда бухты навлезают пиратски. Оно, к сожалению, как-то тут странно всё получается сделать. Ладно, первую бухту поставим сюда. Вот. И здесь сразу же надо протянуть будет дорогу. Таким образом, чтобы можно было нормально бухты размещать. Бухты просто занимают, видимо, одну клетку около берега. Из этого они нифига не размещаются. А тут с шахтами... Ну, я, естественно, ничего тут сносить не буду. Зачем? Будем... Оставим, точнее, так, как есть. Итак, продолжаем строительство нашей пиратской бухты. Можно скорость поднять. Здесь... Блин, я вот думаю, надо всё-таки дорогу этого так сделать. Потому что люди ходят. И они нифига не хотят на лодках... Нет, лодки ездят. Ну, как-то странно вообще, они ездят. Вообще, я, честно говоря, думал, что они... Все на лодках будут сюда ездить. Они по дороге идут. Приехала у нас. Больше, губернатор. Только больше. Приступайте. Этого требует корона. Арестовать тропиканцев-революционеров. Возвести строение темницы. Принять требования в срок. Блин, я не хочу тропиканцев-революционеров. Иди ты нафиг. Я не буду это задание выполнять. Пускай с ними отношения портятся. Они всё равно наладятся. Кстати, мы можем заключить ещё один контракт. У нас потому что есть доступный. На золото. Так, на золото контракт уже идёт. Можно тогда ещё один контракт на ром заключить. Тут плюс 20 у нас. Кстати, можно заключить контракт на уголь. Уголь-то мы можем и шахты добывать. И шахта как раз позволит мне немножко с безработицей побороться. Да, давайте подпишем контракт на уголь. Вообще на все деньги просто. Вот. И развернём шахту. Потому что у меня безработных слишком много. Мне их надо куда-то деть. Безработных 16. А уголь я здесь буду добывать. Тут потому что хорошее как раз таки место есть. Под рудники. Все на рудник. Я думаю здесь можно при желании три рудника разместить. Я правда не знаю, надо мне это или нет. Один в эту сторону. Один в эту сторону. А здесь буду я ставить рудник или нет? Я ещё пока подумаю. Что мне по сути столько угля пока что не надо. Смысла от него нет. Пока что так вот сделаю. Дальше если потребуется, я тут ещё один рудник воткну. И мне здесь скорее всего потребуется поставить ещё немножко жилья. И здесь нужно дорогу. Потому что сейчас наши шахтёры будут где-то жить. Я бы хотел, чтобы они недалеко тут бродили. До всего этого дела. Поэтому... Поэтому подождём, потому что денег нет. Я спрашиваю себя, оправдывает ли цель средства? Но за них... Так, просят они у нас таверну сделать. Как проходит губернаторство? Если нужна помощь, я всегда готов протянуть руку или дать пинка. Или даже ногу. Продление потратить ты тысячу и лечить срок. Уф... Да, потратим, ладно. Просят таверну у нас сделать. Так, ну что, можно отправлять тогда заниматься грабежами. Один, отправляйся на сахар. А ты отправляйся... А, вот так вот оно, да, значит, у нас. А ты охота за сокровищами. Потому что оттуда могут деньги привезти. И сейчас придётся тогда продолжать разворачивать пиратские бухты. Ещё одна сюда влезет. Похоже, нам нужно больше пиратов. Нужно набрать новых. Найти перспективных пиратов, которые ещё ничего не знают. Да-да-да, надо. Согласен. Можно, конечно, поставить и сюда ускорение рейда. Под чёрными парусами на сундук мефицца поменять. Потому что у меня людей пока много. В целом, если они будут пиратствовать. Но это ненадолго всё равно. Тут любой момент... Неверного пенультима нет. Да-да, пенультима. Эти вот дополнительные мини-задания, они просто инфа. То, что у вас там, допустим, что-то происходит на острове не так. Такс, исследование. Мне пока по исследованию ничего, в принципе, не надо. Я пока это оставлю, как есть. Больше, губернатор. Только больше. Приступайте. Этого требует корона. Блин, если я это задание... ...одного торпиканца арестовать... Блин, ладно, он иначе от меня не отстанет. А так я темницу построю когда-нибудь. Арестую одного. Он потом всё равно выпустится в итоге. Хорошо, говорил. Просто, если я задание не выполню, но скорее всего опять будет появляться, и они тогда мне больше заданий давать не будут. А мне это не очень хотелось бы. Потому что задание позволяет продлевать мандат. То есть здесь, по идее, можно вот пока вот этот срок не вышел, можно прокачивать свою колонию. До удобного состояния, до какого-то. Так, мне нужна ещё одна пиратская бухта. Вообще можно всякий разный грабёж выполнять. Разного типа. Чего? Создает очки рейда. А в чём проблема? А, то есть поинтов тебе не хватает. Ну окей. То есть все четыре разных грабить каравана, чтобы разные товары нам привозили. И за счёт этого выстраивать экономику. Потому что здесь сейчас, ну, вообще-то не работают. По сути, они просто так сейчас на халяву зарплату хавают. Надо бы, конечно, это положение исправить. Вообще, в АЧП бы. Ну что вы, достроили здесь? Ну да, начали у меня шахтёры работать. Можно, в принципе, увеличить запаин. Сюда. И я думаю, можно принять указ. Можно принять указ на... Ну, сначала надо изучить. Работник месяца. А, не хватает, да? Блин, ну это крайне печально. В общем, изучу работник месяца. У меня уже четыре шахты. В принципе, я думаю, это оправдает себя. Что угля побольше будет и всё такое. Можно будет даже ещё одну шахту потом воткнуть. Ну, в случае чего. А если совсем людям понадобится из шахты просто людей выгнать и направить их на какую-то другую работу. Президенте, ваш гений не сомненен. Но разрешите ли вы скромному пенультима озвучить одну идею? Пенультима напоминает нам, что у нас с жильём что-то всё не очень вспомогательно. Но я приму, просто чтобы не забывать. Всё равно иногда смотришь, да, действительно, жильё нужно поставить. Такой, а, окей. Кстати, по поводу жилья. Можно, в принципе, было бы даже этот баратт и возвести где-нибудь. Так, можно сюда поставить. Здесь что-то скопилось. Тут хижин этих дурацких. Сюда один. И я думаю, что здесь, наверное, тоже понадобится мне один барак. Возможно. Да, давайте здесь тоже построим. Тут у нас как раз центр города. Сюда. Слушайте, а у нас есть таверна на дальнем острове? Работник месяца. Можно издать указ. Все хотят больше зарабатывать. Согласен. Ну, приятель, как проходит губернатор. Продлеваю мандат. И поставить таверну здесь. Мы тогда выполним требования революционеров и сможем получить чертёж либо бабки. Можно даже было бы её купить просто и продать сразу же. Так, это у нас... Блин, развлекуха. 1200. Нет, что-то покупать как-то не очень. Это купи-продай. Тут она всё равно пригодится. Здесь, тем более, если потом делать какой-то посёлок. Вот, поставлю сюда. По поводу рейдов. Не знаю. Продолжен, наверное, вот так вот грабить. Грабежом вот таким заниматься. Хотя, я, честно говоря, не знаю. Вот если я сейчас вот в этой вкладке понатыкал. В этой будет ли она учитываться? Либо и эта начнёт грабить, и эта. Только лишь кокосы, сахар, шерсть. Ну, как раз проверим. Если тоже начнут грабительством заниматься вот этого всего, грабежами, то придётся тогда вручную постоянно назначать. А так автоматизацию сделать, в принципе, было бы неплохо. Сейчас наша задача всё-таки устаканить экономику. О, президенте! Да. Пенульти-марат тому, что мы возвели два жилых здания. Я сам несказанно рад этому. Дай-ка увеличим здесь немножко. Здесь увеличено. И часовня... Ну, блин, я совершенно сейчас не хочу развивать вот этот остров. Просто, ну, вообще никак. В очпе никак просто. Вот пиратские бухты. Надо поставить. Всё же. Ещё одну. Вива-ля революсион! Вместе, губернатор, вы, я и народ, мы всё изменим! Нет, мне иммигранты пока что не нужны в данный момент. Я думаю, либо бабки взять, либо чертёж. Чертёж, сейчас не к спеху, возьмём деньги. Пиратская пещера. Ещё две нужно построить, и мне дадут ещё задания. Но, блин, нужно построить темницу и арестовать одного, иначе он мне задание не будет выдавать больше. На то, чтобы продлить мандат. Темницу я, наверное, где-то, может быть, здесь воткну. А темница у нас... Три тысячи стоит, да? Придётся ждать, пока деньги накопятся. Чё делать? Ну, с другой стороны, золото копаем. В принципе, можно было бы заморочиться поставить вот здесь три шахты ещё на золото. Ну, две-три сколько там получится. Потому что сейчас основной доход, если посмотреть, как раз-таки идёт у меня с экспорта... Хотя нет, слушайте, экспорт рома у нас основной это даёт. Ну, тоже неплохо, считай, мы сахар на халяву получаем с грабежей. Окей, наша задача сейчас немножко накопить денег. И я бы ещё хотел посмотреть на контракты. Что у нас тут? Товары, цены. Это завершённые у нас. Блин, золото. Понятно, в процессе тысячу из трёх, а уголь... Ладно, будем ждать. Будем ждать, я пока никаких контрактов больше заключать не хочу, смысла нет. Смысла нет, здесь ресурсов точно так же нет. Можно сталь, конечно, было бы гнать, но не сейчас. Что если посмотреть, вот, нужны мировые войны, следующая эпоха. Сейчас смысла от этого вообще нет никакого. Коррупция повсюду, губернатор. Нам приходится давать взятки, чтобы узнать, сколько давать взяток. Кто бы сомневался. Она прострелит грабёж. Я и так грабежами занимаюсь сейчас активно, так что принимаем. Задание лёгкое получается. Ждём корабль. Сейчас он привезёт нам денег, и можно будет поставить ещё одну пиратскую пещеру. Где-то, может быть, в этом месте. Как раз неплохое такое местечко под неё получается. Так, тут у нас... Здесь у нас вроде всё устаканилось. Я надеюсь... Так, давайте-ка, знаете, что я сделаю? Так, сделаем следующее. Под ними... Чтоб побольше перевозили. Я надеюсь, нам сейчас будет грузчиков хватать. Опять же, нужны ли мне люди в данный момент? В виде иммигрантов. Деньги вроде бы появились. Люди мне сейчас... Ну, давайте, вышлем. Зашлём партию. Семь безработных. Это мне как раз ещё две пещеры. В каждую пещеру влезают по четыре человека. Семнадцать и... Ну, я думаю, найдём, куда их расселить. Единственное, что придётся туда жильё ещё им поставить. Но для начала пиратская пещера. Пиратскую пещеру придётся, наверное, сюда воткнуть. Больше я пока не знаю, куда её поставить. Вот, и здесь сделаем вот таким образом. Стройте. Да, кораблик выплыл. Но этот, опять же, первый поплыл, которому было поставлено здесь. А этот ещё нифига не вернулся у нас. Из рейда, если посмотреть. Я надеюсь, он мне деньги привезёт. Потому что деньги вещь полезная. Вообще, можно было бы три пещеры направлять, рейдить постоянно. Они бы всё равно, так или иначе, по десять тысяч каждая привозили бы. В тот или иной момент. Тут, походу, заскриптовано то, что он постоянно предлагает продлить срок. Потому что в песочнице, насколько я помню, такого не было. Ну, продлеваем. Хотя, может быть, я, конечно, просто задание у него выполняю, поэтому так происходит. Губернатор, я спрашиваю себя, оправдывает ли цель средство. Но за независимость я пойду на любые жертвы. Вот как выполнять это задание, если здесь кукуруза очень плохо растёт? Можно, конечно, награбить скорсаров кукурузы. Построить плантацию и снести её. Но я просто откажусь от этого задания и всё. Это бред какой-то. Так, и здесь мне нужно отправить... Ага, значит, всё-таки это считается для определённого какого-то одного. Потому что я у них могу назначить, в принципе, грабёж. Давайте им тогда охоту за сокровищами сделаем. А этим ребятам... Можно было бы награбить немножко вот этого, чтобы разнообразить немножко еду у нас. Таким образом, у нас чуть-чуть удовлетворённость повыше будет. Хотя она и так сейчас... Любая вообще пофиг, какая должна здесь быть. Уголь брённая нас, метанина, бананы, шкуры, железо. Хотя, с другой стороны, нафиг она... Ну, давайте вот кукурузу разок грабанём, чтобы было... Вообще, можно, конечно... О! Десять тысяч денег как раз-таки привезли. Вообще, можно было запретить продавать привезённое награбленное, я думаю. Раз у нас появилась избыточная деньга, я предлагаю построить ещё одну пиратскую пещеру. Да, здесь, как я уже сказал, разместить не получится. Крайне грустные новости просто. Я не хочу на этом острове ставить пиратские бухты. Поэтому поставлю здесь. Хотя здесь можно было бы делать лодки. Вот тоже незадача. Блин, или сюда поставить. Вообще, лучше бы, конечно, на этом острове всё сосредоточить. Мне просто так удобнее было бы рулить. Хотя, лодки, когда я ещё эти доски буду воровать? Я их, может, вообще воровать не буду, так что пофиг. Да, забью. Ставим его, и... Нужно будет обеспокоиться ещё об хижинах. Потому что жилья нет. Обычные бараки, не знаю. Что-то типа того поставить. Достаточно быстро возводят у нас пиратскую пещеру. Это гуд. Что у нас по исследованиям? Да, ничего интересного. Мы продолжим накапливать поинты. Я думаю, для следующей эпохи не нам пригодятся. Что-нибудь такое рашануть или что-то ещё сделать. Коррупция повсюду, губернатор. Принимаем задание. Ловит у нас кораблик. Возможно, сейчас нам как раз-таки задание это и удастся выполнить. Сколько у нас безработных? 14 штук. 14 безработных человек. Грузовое судно на 27 тысяч торгануло. Это на что, интересно? Ага, уголь на 6 тысяч золота. Ну, шахты вполне все хорошо работают. Конечно, ромбы ещё бы так активно. Вива-ля революсион! Вместе, губернатор, вы, я и народ, мы всё изменим. Мне не нужно такое количество людей, пока что. Поэтому я бесплатно чертёж у них получаю. Чертёж цирк. Остался у нас чертёж форт. Давайте-ка вообще посмотрим, что тут осталось. Театр 2 и 4. Просто выгоднее брать 2000 или чертёж? Всё-таки выгоднее. Чертёж, чертёж. Здесь этого пока нету. Тоже чертёж. Сейчас в любом случае выгоднее чертёжи брать, чем бабки. Поэтому в следующий раз это нужно будет учитывать. Мне нужно поставить темницу. И арестовать одного. Так, темница у нас, я насколько помню, свободу понижает. Давайте здесь поставим эту темницу. Или форт у нас свободу понижает. Кто бы сомневался, что ты это когда-либо видел. Кроме того, я закончил свой шедевр. В вздымающихся грудях моря героиня Эленор Декольте притворяется пиратом. Пинультима, что ты опять пишешь какую-то яресь? Перестаньте. Готово у нас 4 пещеры. Получаем 3000 очков рейда. Спасибо. Все совершенно помешались на пиратстве. Считают Эль Президенту святым Лангостином, мега креветкой. Просит у нас построить сторожевые вышки. Три штуки. Одна есть у меня вот здесь на краю. Ну хорошо, давайте построим еще сторожевых вышек. Раз так настаиваете и просите. Это в принципе задание несложное. Одну можно поставить сюда. И одну можно поставить куда-нибудь. Но я не знаю, где она тут подойдет, эта вышка. Сюда можно куда-нибудь воткнуть. Без разницы вообще, где по сути эти вышки будут находиться. Так, а здесь мне нужно увеличить тебя. Знаете, губернатор, до меня доходят интересные слухи о вашем унылом островке. Кто-то жаждет быть королем? М? Да, пронюхал немножко наш монокулярный одноочковый друг о том, что мы тут стремимся чуть-чуть немножко помимо них деньги зарабатывать. Просит у нас возлести строение дубильня и экспортировать кожу. Нет, я этого делать не буду. Мы все равно скоро перейдем в следующую эпоху. Мне этот торговый путь нафиг не нужен. А строить из этого, из этой приходи дубильню? Ну нет, спасибо. Губернатор, я потратил какое-то время на чтение. Всегда знал, что могу это делать, но никогда не пробовал. Вчера я подумал. Мне понравилось, и я подумал еще. Лесопилка, доски. Я думаю, мне эти доски тоже нафиг не нужны. Я не хочу заниматься грабежом этих самых досок и что-то на этом строить. Поэтому я тоже откажусь. Тем более экспортный путь все равно уйдет, как я уже сказал до этого. Когда мы в новую эпоху перейдем. Поэтому отстанет меня. Так, получен чертеж цирка. Цирк, кстати, можно было бы где-то здесь поставить для развлекухи. Но вообще... Так, вообще надо отправить еще одного за грабежом. Опять же можно на кокос и сахар шерсть было бы направить. Но я отправлю за сокровищами. Даже вот так можно вот ваткнуть. Деньги у нас потихоньку продолжают копиться. Вполне себе такая успешная, хорошая деятельность у нас происходит. Так, я вот думаю, надо ли мне сейчас немножко здесь, может быть, промышленность поднять или не надо. Можно было бы поставить еще одну шахту. Но зависит от того, сколько у меня людей безработных. Безработных у меня 4,2,2. Вакансии без образования. Да, с безработными все нормально. Люди кое-как иногда к нам приезжают. Сторожевая вышка. Возможно, сейчас понадобится от революционеров. Так, не от них. Ну, как... Вот здесь вот он мне предложит рейд спасения. Выполнить мне 10 человек приплывет. Потому что их будет немножко не хватать, когда вышки построят. Вот уже здесь одну вышку построили. Три человека. Эта вышка тоже три человека. Ну, это у нас задание по миссии идет, по основной. Тут как-то так, по балансу получается. Я хочу сообщить об измене. Лорд Уиндем связался со мной. Предложил взятку. Я был шокирован. Действительно, кто матерного пирата предлагает взятку? Ну, а не взятку предлагать. Насрать деньги платить. Он пытался подкупить командующих, чтобы они устроили диверсию на сторожевых башнях. Должно быть, он не знал, что ваш единственный командующий это я, неподкупный пирата де ла Тьера. Как интересно это переводится? Пирата де ла Тьера. Пират земли? Тьера, Тера, земля. Что-то типа того. Не знаю. Давайте собьем его с толку. Именно так поступил бы храбрый и хитроумный главный герой. Расскажем о тайном форте и заманим его в ловушку. Просит они у меня возвести строение форта и перейти в мировые войны. Награда чертеж верфь. Верфь? На верфи у нас же делаются лодки как раз таки, да? Если я не ошибаюсь. Блин, ну на крайняк я могу в принципе лодки делать на том острове. Ну точнее на той стороне острова. Просит он у нас форт сделать. Люди пришли с просьбой, но ради безопасности мы ее засекретили. Так, принимаем это задание. Вообще мне нужно сделать грабеж. Грабеж сейчас сделается. И спасение это 10 человек я получу. Вышки сторожевые я пока убирать не буду, потому что у нас на горизонте война за независимость. Оставим это как есть. Ну, приятель, как проходит губернаторство. Если нужно... Так. Можно пока это не покупать. Можно пока это оставить, чтобы деньги не тратить. Вообще нужно сейчас арестовать. одного какого-то... Так, что-то... Это я ничего не хочу менять. Арестовать одного революционера, чтобы у нас выполнилось задание. Хотя... Вообще, есть ли смысл его арестовывать? Ну, даст он мне 2000 там зачем-то, за каким-то хреном. 5 лет, 8 месяцев мне вообще за глаза хватит для того, чтобы подготовиться к войне и отбить атаку. Я не буду задание это выполнять. Ну, в пень. А темница пускай пока будет. Если что, я потом можно будет проапгрейдить и переоборудовать. А мне нужен форт. Форт можно будет поставить вот с этой стороны где-нибудь. Но для начала я бы, наверное... Вообще, можно, конечно, было бы потихоньку начать этот остров осваивать. Но до перехода в следующую эпоху я что-то как-то смысла не вижу начать его осваивать. Давайте здесь увеличим. Вообще, вот так вот на все. С контролем я нажал. Здесь, кстати, тоже можно увеличить. Что-то я за это... Про это забыл вообще совершенно. Но здесь увеличивать не обязательно. Тут сахара все равно никак не бывает. Так, а по рейдам... Здесь ничего не происходит. Давай тоже за сокровищами охота. Нет. Здесь... Знаете, на что сделать? Не охота за сокровищами, а спасение. Спасать любых. Так... Так... Да, надеюсь, спасение пройдет. Мы за счет спасения получим еще плюс 10 человек. 17 тысяч. Я вот думаю... О. Исследование готово. Церковный налог. Я думаю поднакопить чуть-чуть денег. Революсион. Вместе, губернатор, вы, я и народ, мы все изменим. Согласен. Я вот думаю, поднакопить ли немножко денег перед переходом в следующую эпоху, потому что там деньги понадобятся. Или... Ну, точнее, какую сумму копить, чтобы перейти туда и идти уже на финал задания. 10 иммигрантов мне не надо, потому что сейчас я за спасение получу 10 иммигрантов. Я получу бесплатный чертеж. Нам еще 2 или 3 чертежа осталось. Чертеж форта мне дали. Форт мне как раз, кстати, нужен. Будет. И у меня осталось... Так, что там у меня осталось? Раз, два, театр... Ёперный театр. Два чертежа осталось. Можно получить. Сэкономить деньги просто. Исследование пускай копится пока что. Ну, а мы продолжаем. Мы продолжаем. Но, я думаю, продолжать мы, наверное, будем уже в следующей серии, потому что эта серия у нас потихонечку подходит к концу. Успели мы сделать много всякого разного. Понастроили 4 пещеры. Здесь у нас все хорошо. Тут у нас отдельный квартал, который добычей занимается золото и угля. Тут, кстати, надо будет домики поставить, потому что какие-то хижины непонятные. Ну и в целом мы уже готовы к прыжку, к переходу к следующей эпохе. И, как я уже сказал, делать мы это будем в следующей серии. На этом серии я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте лайком это прохождение. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok